Система Эроглонас может стать необязательной для автомобилистов в Приморье. Изучить вопрос поручил полпредпрезидента Юрий Трутнев. Сейчас кнопка экстренного реагирования спасательных служб устанавливается в автомобилях в обязательном порядке. Эксперты считают, что если инициатива будет одобрена, это скажется и на авторынке Хабаровска. Репортаж Антона Примачева. С 2017 года в автомобилях стали в обязательном порядке устанавливать систему Эроглонас. Тревожная кнопка для вызова экстренных служб может быть спрятана где угодно. В данной машине она вот здесь. Таким образом власти планировали повысить безопасность автолюбителей. Но вместо положительных отзывов дальневосточники стали высказывать негодование. Установка системы стоит времени и денег. Объемы продаж в результате сократились. При этом многие дилеры стали жаловаться на качество работы системы. Обнаружены ошибки. Выполняется проверка микрофона и динамика. Возможно оператор занят, возможно проблемы с сигналом. Что угодно может быть. Некоторые эксперты считают, что влияние Эроглонас на авторынок преувеличено. Основной фактор это курс доллара. Благодаря ему цены взлетают. Хотя предложение снять обязательства по установке кнопки для жителей Приморья поддержали и хабаровчане. Ведь в основном дальневосточники покупают машины в Приморье. Установка кнопки обходится в 30 тысяч рублей. А для многих это ежемесячная зарплата. Эроглонас сейчас устанавливается 1-2 дня. Поэтому по времени это, наверное, сильно не сократит сроки ожидания поставляемых автомобилей. Но сумма 30 тысяч, я думаю, существенно для многих покупателей. Правда, есть мнение, что российский продавец при любом раскладе не понизит цены. Особенность менталитета. Дальневосточный публицист Василий Авченко опасается также, что в случае положительного решения количество жалоб может еще больше увеличиться. Но вот возникает вопрос. Не вызовет ли это вал судебных исков от тех, кто уже установил эти кнопки? Некоторые автомобилисты могут попробовать доказать, что им навязали услугу Эроглонас. Юристы даже стали детально изучать вопрос. Первые выводы для владельцев авто неутешительные. Сотрудники ГИБДД, которые осуществляют регистрацию автотранспортных средств, предоставляют государственную услугу. И, следовательно, обжаловать их действия на основании закона о защите прав потребителей будет неправильным. Интернет из здания «Приморья» также опасается, что инициатива властей – это лишь очередной предвыборный ход. И реально никаких изменений не будет. Впрочем, автодилеры Хабаровска и в этом случае сохраняют оптимизм. Самое главное, чтобы не ввели еще какую-нибудь, на самом деле, вещь заместо этого «Глонаса». Потому что у нас вечно одно отменяется, другое приходит. Пока система «Эроглонас» работает не в полную силу. Кнопку можно установить и в сервисном центре России. Но уже с июля 2019-го все машины, которые привозят из Японии, должны быть с заводской системой безопасности. Так что перемены в авторынке грядут в любом случае. Антон Примачев, Павел Легалин. Для программы новости.